начинается да поэтому здравствуйте всем привет с вами алекс паклин и борис плотников кто здесь есть вот давайте подождем немножечко пока народ присоединится уже вижу 1 2 3 4 5 6 7 ой как хорошо 37 человек уже видят 40 вот с нами сегодня также булочка вот мы уже надоели может быть вот у меня получилось слава богу все-таки перевернуть видео так что она у нас теперь горизонтальная еще параллельно мы пишем вариант для ютюба я его потом наверно немножечко отредактирую чтобы вырезать там всякие технические моменты все хорошо слышно все хорошо видно да пишите пожалуйста какие у вас есть вопросы какие у вас есть комментарии а давай мы пока чего нибудь поиграем давай я поиграю на низкой а ты поиграю на обычной а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я пока не понимаю, мы первый раз, первый раз, 109 человек, отлично, мы первый раз вообще делаем трансляцию Это был совершенно, совершенно спонтанный эксперимент Я сначала думал снять урок с Сашей, снять интервью, а потом думаю, а что бы сразу не попробовать трансляцию Мы параллельно снимаем и потом какие-то места, за которые нам будет не стыдно, мы выложим на ютюбе Давайте, я не успеваю читать даже комментарии, прям пишите комментарии в группе, к посту Прямо вот верхний пост сейчас в группе, в котором идет трансляция, пишите, пожалуйста, прям туда комментарии и задавайте свои вопросы, мы вам ответим на любые вопросы о губных гармониках, о музыке, о том, как живется музыкантам в нашей стране На некоторые вопросы мы даже ответим честно Я, пожалуй, начну, пока нет вопросов Главный вопрос, который меня, в общем, мучает и интересует до сих пор Саша, вот я помню, когда ты только появился, только начал играть, мне про тебя рассказал Шамиль Саттаров, может быть, ты помнишь Да, был такой Вот, но он и сейчас есть, он, по-моему, в Уфе живет, не уверен, играет ли он на гармонике, но тогда он достаточно прилично играл и сказал, что вот появился молодой и очень наглый парень в городе Челябинск Вот, играется еще хреново Я тогда уже что-то там несколько лет играл, ты мне даже какие-то пару вопросов ВКонтакте задал, как там гэпы отстраивать И потом внезапно прошло два года и все охренели, потому что ты стал, ты за два года произвел такой скачок, что, в общем-то, стал одним из лучших по технике Как ты этого добился, что ты для этого делал, какие ты, может быть, изучал в школы, кого ты снимал? Слушай, ну я думаю, это не моя заслуга, если честно То есть, видимо, просто во мне были заложены эти способности и так получилось, что мне удалось их реализовать Это, собственно, по той же причине я не могу добиться того же успеха в вокале, которого я, допустим, могу добиться в гармошке То есть, просто на каком-то подсознательном уровне я могу освоить вот эту технику, о которой говорится Вот, это если вот так прям честно-честно ответить на этот вопрос Ну, а, собственно, я, конечно, могу сказать, что я там снимал на слух там, ну, Мильто, Джейсона Ричи, там, какие-то уроки проходил Ну, мы же все это проходили, вот, у всех разный результат получается Вот, ну, какую-нибудь школу-то целиком прошёл? Нет То есть, вот прям только кусочками? Да, кусками и снимал песни, снимал какие-то уроки, вот Как много ты... Так что секрета особо нет Как много ты занимался? Как много? Ну, когда я начинал, я занимался много Вот Я помню... То есть, это был 2007 год, у меня была большая целеустремлённость в музыке Особенно на гитаре, когда я играл по 9 часов в день Вот На гармошке чуть меньше, но тоже много То есть, прямо от 4-х там и больше И со временем, ну, это уменьшалось, конечно А на гитаре ты себя так же свободно, комфортно чувствуешь, как на гармошке? Нет, не так же свободно, комфортно, но... Вот, сейчас я начал более усиленно заниматься гитарой И уже, ну, чуть более свободно чувствую У нас есть вопрос от Никиты Цветкова в комментариях Спасибо за исполнение Есть один вопрос Сейчас, кажется, все играют на диатониках Как выбрать между хроматической гармошкой и продвинутыми техниками игры на диатонике Которые требуют сложного тюнинга Однозначно ли выбор в пользу диатоники? Ну, я отвечу за себя Потом послушаю мнению Саши Паклина На самом деле, у меня все равно больше душа лежит к диатонике Но при этом, когда я начинал играть на диатонике И у меня вставали задачи играть какие-то джазовые баллады, бассановые Я играл в джазовом оркестре Я понял, что без хроматики никак Я еще не владел тогда достаточно хорошо овербендами И я стал все время заниматься на хроматике Играю, в общем, и на том, и на другом Вот недавно я снял специальное видео В котором я сначала сыграл на хроматике Потом на диатонике Но на хроматике я занимаюсь меньше Хотя тоже ее все время таскаю с собой Как-то вот чуть-чуть у меня к ней душа не до конца лежит Поэтому выбор в пользу диатоники неоднозначный Но мне кажется, что диатоника, вот лично для меня Мне лучше позволяет выразиться Она более экспрессивна именно по звуку, по тембру, по артикуляции Саша, ты что скажешь? Вот, я скажу, что у меня, во-первых, никогда не было нормальной хроматики Поэтому мне сложно судить И, к сожалению, опять же То есть мне бы хотелось бы, чтобы я мог адекватно сравнить К чему у меня больше душа лежит К диатонике или к хроматике Но, скорее всего, все равно к диатонике Вот А там, ну сейчас я перечитаю еще раз вопрос Между хроматической и продвинутыми техниками игры на диатоне Которые следуют с нужного тюнинга Вообще тут немного разные задачи Если у меня возникает желание играть на хроматике То, как правило, это тоже в каких-либо балладах Либо какие-либо джазы Где обычно нужно вот этот полноклапанной звук Вот такой мягкий и круглый, объемный Вот У диатоники другой, понятное дело, звук И она звучит лучше в другой музыке И экспрессия на диатонике тоже звучит по-другому Вот Сейчас у меня пока, получается, выбор в пользу диатоники Тупо потому, что у меня есть диатоника Так, у кого-то Родион пишет, что пропала трансляция Нет, все, все хорошо Вот, спасибо за подарок Нам подарили две мороженки Спасибо, спасибо, что две Да Вот, а то мы брезгливые харьки Саш, какую ты музыку слушал, когда начинал играть на кормушке в основном? Начинал, когда играть, я слушал мельто Слушал мельто, что я еще слушал Разные блюзы То есть я в основном очень много по блюзам прикалывался Чуть позже мне показали, кто такой Джейсон Ричи Вот Стив Бейкера тоже слушал Вот, в основном эти чуваки А из негармонистов? Из негармонистов это были блюзы Да Это были разные блюзовые исполнители Был такой интересный Не очень известный Слайдовый кидорист Пол Блэк Который записал, по-моему, один всего альбом Ну, очень классный Вот Что еще? Ну, не знаю, там стандартно Бодигаль какой-нибудь Эрик Клэпп Друзья, к сожалению Я пока Мы первый раз пользуемся трансляцией Я вижу, вы задаете Вопросы Я не успеваю даже их прочитать Они сразу уползают Поэтому пишите, пожалуйста, в комментах В группе Мы обязательно ответим Вот был вопрос сейчас Как вы относитесь к губным гармошкам фирмы Херинг, Саш? Да никак не Не играл никогда? Я, по-моему, один раз в жизни пробовал их И уже не вспомнить, что-то там вообще было Ну, фирма Херинг, насколько я понимаю, достаточно сильно сократила сейчас объемы производства И достаточно вяло что-то производит У меня были когда-то диатоники и хроматики Они были неплохие по игровым качествам, но безумно быстро ломались То есть там буквально три концерта и все, язычок сломался Поэтому я, соответственно, продолжать не стал Как научиться играть на диатонике с нуля? Спрашивает Дмитрий Федоренко Саша Как научиться играть на диатонике с нуля? Ну, во-первых, выбрать хорошего преподавателя Он вас сразу направит Что нужно делать? Все А если вы хотите сами это делать? Но первое, что нужно сделать, это научиться правильно дышать Диафрагмальное дыхание Вот, ну или брюшное Вот Второе, что нужно научиться делать Попадать в одиночную дырку Дальше уже надо смотреть по ситуации По скорости вашего развития на губной гармошке Вот, друзья, вы пишите в комменты Я не успеваю даже их прочитать А если простролить А, они скролятся Давайте я сейчас А, нет, они скролятся и пропадают Все Все очень круто Я вижу хорошие вопросы от вас Мы на них с удовольствием ответим Алекс, вы спили Иерс точно не врать К счастью нет Ну, кстати Правда похоже Не настолько, насколько на видео Но похоже Вот И даже ростом Значит Вопрос про бенд на пятой дырке был Типа в таблуатурах попадается Можно, не можно его использовать Но на четверть тона там бенд Используется как Как при бенд Либо как вибрато Вот это как при бенд Или как вибрато Ну, мною, по крайней мере Да, но можно ее немножечко бендить Но проблема в том, что очень многие Те, кто начинают бендить Поначалу форсируют бенды И очень быстро ломают эти язычки А, к сожалению, у некоторых Этот момент поначалу затягивается На долгие десятилетия и на всю жизнь Поэтому пятый язычок Это тот, который чаще всего ломается У людей, которые Быстрее всего Да, которые играют жестко Да Поэтому и не рекомендуется Это делать А вот Женя Варламов спрашивает Топ микрофонов для перегруза Ну, буллеты лучше всего Перегружаются Сами по себе То есть, это самые грязные микрофоны Любые буллеты Образные Ну, буллет Буллет буллету тоже рознь Есть Ты вообще У тебя был когда-нибудь буллет свой? Нет, у меня буллета своего не было У меня был свой буллет Я очень быстро от него отказался В том числе Потому что Он на перегрузе-то неплохо А на чистом совсем тяжело И буллеты Очень разные Буллеты гораздо легче Заводятся на сцене Я тогда играл в достаточно громкой группе Вот Хотя Буллеты звучат прикольно Я лично люблю больше звук кристаллических Кристаллический, да Это самый лучший Но Кристаллические дико непрактичные Потому что Они влаги боятся Ударов боятся Ну Я так и себе Честно говоря И не позволил Ни одного буллета И Мы оба играем В динамические Обычные вокальные Микрофоны Ну вот Саша играет 57-й Шур Да И хочу На электровой Сменить Аритен Аритен Прекрасный микрофон Тоже мне очень нравится Но Мне чуть-чуть У него не хватает Чуть-чуть Мне у него не хватает Прозрачности Да Сейчас нет вопрос Значит Кристина Я видел Запомнил Пишите Пишите Лучше в комменты Не успеваем Просматривать Так вот Хороший Мне очень нравится Почему-то Такой простой Дешевый микрофон Электровой Электровой Собольт СО4 Особенно Как он потом Звучит на записи Поэтому Мы здесь Конечно не советчики Это вот Денису Груинлингу Буквально сегодня Выложил Так классное видео У него там Такой жирный звук Он эти микрофоны Сам делает Собирает Эти элементы Вот Но проблема Всех полевидных Микрофонов Это только Перегруз Вот Потому что Если нужен чистый Нужно переключиться То уже никак Ну А это все Как бы его цель Понимаешь Если тебе надо Играть чистый Ты играешь В вокальный микрофон Ну либо В другой микрофон Допустим Опять же В свой Шур 57 Я не играю На чистом звуке То есть Он будет Так себе На чистом звуке Звучать Вот Но Вообще Подбор Собственного Оборудования Для концертов Для студий Причем Разные задачи Для концерта И для студии Для концерта Лучше одно Для студии Другое Что-то частично Переносится Что-то нет Вот Конечно Я бы хотел себе Для студии Какой-нибудь Пулевидный Но Да Хорошо было бы Просто иметь На всякий случай Вот Но Это В ближайшем будущем Кристина По поводу твоего язычка Ну Что ты хотела От китайской гармошки За тысячу рублей Несмотря на то Что они Они даже И неплохие Вот Может быть Просто Стоит Купить Другую гармонику Или Надо Или Надо Попросить Кого-то Приклепать Язычок Этот Получше Если он У тебя Смещается Значит Это просто Он плохо Заклепан Вот У Кристины Проблема Она Жаловалась Что у нее Гармошка И стоп И В ней Звенит Третий язычок Цепляется За слот А Понятно Но это Решается Центрованием Это решается Центрованием Но может быть Она еще Просто Плохо Заклепана Вот Такое Не часто Но бывает Какие Гребенки Нравятся Металлические Или пластиковые Был вопрос Ну Во-первых Для Для тех Кто не знает Гребенки Гребенки Гораздо Меньше влияют На звук Чем Язычки И Материал Тот Материал Из которого Сделаны Язычки И платы То есть В принципе Я бы Выбрал Пластик Между Металлом И пластиком А вообще Не принципиально По-моему Из чего Там Корпус Но Я сравнивал Металл Пластик Дерево Поскольку Вот у меня Тут много Всяких Зайдалей Есть в наличии Нобль Классик Сильвер Я скажу Что у металла Действительно Чуть более Звонкий звук Лично мне Это не нравится Кроме того Вот алюминий Который заводской Он идет Тонодирован Его нельзя Полировать Его нельзя Сделать Более ровным У них Не идеальное Все таки Но Опять же Определенная Определенные Плюсы У металла Есть Но Это Вкусовые Дела Это Вкусовые Очень Индивидуальные Дела Сильверстар Плохая Гармошка Вот Из Китая Более-менее Приличные Гармошки Из стоп Они Уже Судя по Отзывам Довольно Быстро Выходят Из строя Но Если Вы Совсем Сомневаетесь И Совсем У вас Нет денег На нормальный Инструмент Можно Из стоп Попробовать Но Просто Будьте Готовы Что Он У вас Через Месяц Сломается Вот По Игровым Качествам Они Вполне Сравнимы С нормальными Гармониками Вот Как раз Кристина Тут Страдает Что У нее Язычок Плохо Работает Как Вы Относитесь К битбоксу С гармошкой У Саши По-моему Даже Видео Было Интересное Посмотрите Вообще Друзья Пока Вы Здесь Подпишитесь На Наши каналы На Ютьюбе На Сашин канал На мой канал Ну Слава Богу Чтобы посмотреть Это видео Вы уже подписались В мою группу Вконтакте Подпишитесь Еще В Сашину У него там Пока Не так Много Народу Нет Ну Я своей группой Не занимаюсь Подписывайтесь На Ютьюб канал Александр Паклин Видите на Ютьюбе И подписывайтесь На канал Вот Фейсбук У тебя есть группа? Нет У меня есть Я тоже Честно говоря Занимаюсь Полсилы Но Она Тем не менее Есть Друзья На чьи вопросы Не ответил Так Повторяйте В комменты Значит Вопрос От Артема Значит К сожалению Я сразу Вам скажу Я Обожаю Гармошки Зайдель Мне они Очень нравятся И то Что я Эндорсер Это Следствие Того Что они Мне нравятся Но Из коробки Все Гармошки Нормальных Фирм Сузуки Хонор Зайдель Примерно Одинаковые Более того Я всегда Смеюсь Когда вижу Отзыв Там Вот Я купил Спешл 20 Он так Классно 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 Звучит А купил Зайдель Он плохой Вот Потом Вижу Отзыв Абсолютно Противоположный Вот Купил Зайдель После Спешл 20 Это Небо И земля На самом деле Вы Не совсем Представляете Что такое Небо И земля Небо И земля Это Кастом Который Делался 10 часов Под микроскопом И Небо И Заводская Гармошка Все Заводские Гармошки Это Просто Разброс Качества Чуть Чуть Но Я лично Люблю Зайдели И по Звуку И по Отклику И потому Что Они Их не надо Постоянно Настраивать Латунные Язычки Я постоянно Настраивал Так 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 Какими Приемами И цифровыми Эффектами Можно Получить Резкую Атаку Резкую Атаку Сильная Струя Воздуха За счет Сильной Струи Воздуха Получается Сильная Атака Плюс Артикуляция И Какие Эффекты Ну Причет Автоквак Правильно Пишут Автоквак Джейсон Ричи Очень Хорошо Использует Автоквак Прям Прям Постоянно Мне очень Него Нравится Я вслед за ним Тоже стал Иногда Использовать Не так Часто Как он Тут тоже Хочу себе Надо бы Атака Артикуляция И В принципе Атака Делается За счет Артикуляции Язык Касается Неба Что-то про меня Сказали Значит Про идею Про видео С хомяком Что это была Твоя идея Или нет Да Это была Моя идея И Причем Идея Появилась И вторая Не менее Сложная Задача Была Как ее Воплотить Так Чтобы все Было В ритме То есть Ты играешь Фразу Он Ее должен Повторить Именно так Чтобы она Оставалась В том Ритме В котором Ты играешь То есть Твоя задача Еще подогнать По длине Фразу Так Чтобы Это все Оставалось В одном Ритме Вот Спасибо За ответ Если будет Время Расскажите Еще Пожалуйста Как вы Тренировали Хорошее Интонирование На губных Гармониках Ну Рассказывай Хорошее Интонирование Это Про бенды Да Как вы Тренировали Ну Собственно Собственно Хороший Способ Тренировать Интонирование Это Играть Бенды И чистые Ноты С клавишами То есть Вы нажимаете Клавишу На пианино Одновременно Играете Ноту И Не подключено Вот так Они выглядят И вы Очень Внимательно Слушаете Вот это Вот Есть ли Разница В звуке Вы Улавливаете Эти Вибрации Есть ли Эти Вибрации Или нет То есть Если звучит Чисто Значит Вы попали В ноту Если появляется Вибрация Значит Вы отклоняетесь Чем чаще Эти Вибрации Тем больше Вы отклоняетесь Вот Какие упражнения Можно выполнять Можно выполнять Хроматический Хроматический Пассаж На третьей дырке Вот такой То же самое На второй Можно играть Такое Опражнение Можно Совмещать Это с бендом На второй Дырке Еще важно Играть Это без Пауз Чтобы Ноты Перетекали Друг в друга То есть Легато И третий Бенд Вот И В идеале Это делать Еще с клавишами Одновременно Да Причем Эффективно Делать Нажимая на клавишах На октаву выше И выбрать Не тембр Фортепиано А например Какой-нибудь орган Только без вибрато Или просто Синтезатор Какой-нибудь Чтобы он мерзко Мерзко звучал Ну Я выбираю Ту октаву Где То есть В одной октаве Звучит С гармошкой По звуку Вот Но Можно Экспериментировать Мне показалось Что более эффективно Когда на октаву выше То есть Она больше Больше слышится Расстройка Есть еще Такая фишка Когда Там По-моему Чем Дальше На октаву выше Играется Там Там Больше Вообще В принципе На пианино Расстройка По центам Там плюс два Где-то Вот Может Ну Может быть Может быть В любом случае С пианино Забудьте про тюнеры Это не вариант Еще Печальную вещь Я вам скажу В эту же тему Саша В общем Дал все Те упражнения Которые я даю Всем своим ученикам Вообще Очень полезно Играть на двух Соседних дырках На одной Дырке Одна нота На другой Все остальные Например Бенд на четвертой Чередуем Со всеми нотами На третьей То же самое Полезно Играть С живыми музыкантами Я немножечко 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 Прокачал Интонацию Например Когда стал Играть В дуэти С трубачом Вот Очень развивает Потому что И он может Подстраиваться И я могу Немножечко Подстраиваться Еще Вещь Которая Многих К сожалению Расстроит Все Заводские Гармошки К сожалению От любых Производителей Настроены Слишком высоко Да Как это Тюнинг Какой Компромисс Да Он идет На несколько Центов Выше От Темперированного Ого И Перестраивать Гармошку Я буквально Покупаю Когда я Покупаю себе Новую Гармошку Всегда Я ее Настраиваю Чуть ниже Даже Даже Если Я не делаю Профилирование Язычков Всегда Она идет С завода Где-то 444 445 Герц Базовой Чистоты Я делаю 442 Пробовал 441 Но Мне уже Низковато Нет запаса Вверх Чуть-чуть Двинуть Вот Вопросы Какие Педали Используете Если Используете Особенно Если Необходимо Играть В линию Ну Рассказывай Ох Я обожаю Вообще Педали Это такое У меня Хобби И даже Я как раз Сегодня Саша Признавался В том Что я с собой Таскаю Три Педали Перегруза Я У меня с ними Эндорсерское Соглашение Неформальное Правда Достаточно Очень мне нравится Харпатак Вот Она Прямо На столе Лежит Там еще Где-то В педалборде Лежит Харпактав И Харбрейк Вот Очень Очень Прикольно Не знаю Если брать Одну Я бы Посоветовал Харпатак Видите Это уже Затертая У меня еще Есть одна Такая Посвежее А я Кстати Пробовал Харпатак Харбрейк И все-таки Я бы выбрал Харбрейк Потому что Она У нее Нету Столько Гейна Сколько У Харпатака Вот Она все-таки Звучит Но Больше По-блюзовому Что ли Да Прямо Скажем На Харпатаке Я всегда Играю Вывернув Гейн В ноль Вот Вот И У меня их Два На втором В минимум На этом В ноль Просто Мне такой Звук Больше всего Нравится Но Очень При этом Харпатак Мне очень Нравится Я его постоянно Использую На студии Я его постоянно Использую На концертах Харбрейк И Харпактав Чуть меньше Использую Но тоже Люблю Вот И я Наверное Должен Да Расскажи У тебя Очень интересный Сетап Сейчас оказался У меня Сетап Получился Можно сказать По обстоятельствам Я купил себе Аудиоинтерфейс Такой Достаточно Недешевый От Universal Audio Apollo Twin Который Позволяет Играть С плагинами В реальном Времени То есть Плагины Встроены в карту И За счет того Что Привязка Софта К железу Можно играть Без Какой-либо Задержки Вообще То есть Там есть Разные Плагины Которые Можно Докупать При этом Можно Поставить Себе Комбик Можно Поставить Себе Дилей Ревер И С одной Стороны Большой плюс Что все Это Компактно Все Что тебе Нужно Принести Это Ноутбук Принести Это Ноутбук Интерфейс С другой Стороны Этим Неудобно Управлять Потому что Тебе Придется Если Ты хочешь Поменять Настройки Тебе Придется Это Делать На Ноутбуке Либо Ты можешь Поменять Пресеты Но Плагины Очень Качественные То есть Комбовый Звук Очень Достоверный Вот Так Ну В принципе Интересно Да Мне тоже Понравилось Как у Саши Звучало На последнем Хартфесте Я Я Я тоже Хочу Такой Интерфейс Уже Давно Но Я Знал о нем Чуть позже Чем купил Свой Так вот Вопросы Сколько в день Вы уделяете Гармонике Ну Я Играю На гармонике Очень редко Я играю На гармонике Специально Вот Чтоб я сел И позанимался Обычно Если мне надо Что-то выучить Если у меня Какой-то важный Концерт Какая-то То я Могу сесть И начать Заниматься Или если Вдруг Например До Несколько Дней Не играл Болел Или там Где-то был В отъезде Тоже я могу Чтобы Прийти в форму Позаниматься Чаще всего Я занимаюсь На гармонике В какие-то Остатки времени На ходу Вон у меня На кухне Лежит Три гармошки Пока еда В микроволновке Греется Я что-нибудь Играю За рулем Пока Иду До метро Играю Постоянно Поэтому Бывает Я могу Прозаниматься Несколько Часов В день Могу Прозаниматься Позаниматься Пятнадцать Минут Иногда Кстати Я чувствую Что я Перезанимался Мне на концертах Начинает Не нравиться Как я Начинаю На концертах Играть Упражнения Я понял Что Перезанимался Что Хватит Что Кто Не надо Ругаться Сейчас Забаним Так А Теперь Про меня Как Часто Я занимаюсь То есть Бывают Дни Когда Я не Занимаюсь Вообще И Вместо Этого Я как правило Уделяю Внимание Там Игре На гитаре Либо Аранжировкам Либо Вокалу Либо Написание Песен То есть Музыке Другим Аспектам Музыки Либо Я Занимаюсь Не Специальным То есть Вот Как Борис Говорил Между Делом И Реже Бывает Когда Мне Надо Действительно Что-то Разучить Но Вот Такие Практики Мне Именно Нравятся Больше Всего То есть Сесть На часик И Снять Какой-нибудь Джазовый Стандарт Это Сильно Развивает Вот В идеале Чего Я И Хотел Собственно Развить Джазовую Фразировку Таким Способом Зачем Кстати Тебе Развивать Джазовую Фразировку Ты вообще Слушаешь Сейчас Джаз Какую Ты Музыку Хочешь Играть Какую Музыку Я хочу Играть То Что Я сочиняю Но Это Не Отменяет Того Факта Что Мне Не Нужно Развивать Джазовую Фразировку Потому Что Я же Могу Это Вплетать Все Вот А Играю Я Кого Ты Сейчас Слушаешь Вообще Я Слушаю Из Индии Я Слушаю Хозьер Аль Джей Что Еще Я Слушаю Каких Либо Джазовых Исполнителей Традиционных Вот Что Еще Слушать Так Сходу Я Не Скажу Друзья Вы Пишите Комменты В чат Миша Гопак Я Не Успеваю Мы Не Успеваем Прочитывать Поскольку Мы Отвечаем На Вопросы Они Очень Быстро Уползают Поэтому Пожалуйста Пишите Их В Комментарии Вконтакте Я Считаю Что Макс Некрасов Это Один Из Самых Гениальных Музыкантов В Этой Стране Но Не Всегда Успеваешь За его Творческой Мыслью Иногда Это Бывает Немножко Сложновато Слушать Но Играет Он Очень Интересно У него Очень Интересный Звук Очень Интересная Фразировка И главное Очень Интересные Совершенно Безумные Идеи Я советую У него Есть На Real Music Много Достаточно Безумных Треков Выложено И Как Как Минимум Один раз Их Просто Обязан Послушать Каждый Кто Увлекается Губной Гармоникой Так Вопросы Как Учиться Импровизации Тут Есть Разные Подходы Это Очень Широкая Тема Это Мы Можем До Завтра Говорить Но Я Я бы Посоветовал Вообще Просто Понимать Что Прочитал Да Вопрос Про Английский Язык Что Там Именно Понимаешь Почему Ты Снимаешь На Английском Языке По Импровизации Быстро Расскажу Импровизация Это По Большому Счету Музыкальный Разговор То Есть У Вас Чтобы Вы Импровизировали У Вас Должен Быть Какой То Набор Условно Говоря Слов Предложений Устойчивых Словосочетаний Из которых Вы Собирая Собираете Эту Речь Подходов Здесь Очень Много Есть Импровизация Есть Всякие Стилевые Шаблоны Как Например Многие Учатся Играть Изучая Всякие Блюзовые Или Джазовые Лики Есть Концептуальные Подходы И на самом деле Нужно И так И так И так Подходить И смотреть Все Что вы знаете По импровизации Вот Сегодня Мне Саша Хорошую книжку Посоветовал На английском Эфорт Лисмастер Да Вот И там В принципе Как раз таки Книжка Направлена на то Чтобы Не развить И не привить К вам Какие-то шаблоны А Направлена на то Чтобы вы Прочувствовали Именно что Творится Как бы Внутри вас И ту музыку Которая Возникает Внутри вас Воспроизвести Без искажений Вот Чтобы научиться Слышать И воспроизводить Вот Эфорт Лисмастер Сейчас я Напишу в комментах Да Книжка на английском Перевода я не нашел Какую настройку Вы используете Вадик Митько Привет Вадик Очень рад тебя видеть Знаешь Вадика Митько Знаю Отлично Отлично играет Какую настройку Используете Копромайз Джаст Интонейшн Эквал Для Какую ты любишь Раньше Когда я задрачился Поэтому Я использовал Среднее Между Темперированным И компромиссом Сейчас В принципе Я бы Не стал Особо выбирать Я бы наверное Если мне лень Я бы просто Пошел бы в сторону Компромисса Вот Я люблю Компромисс Но я не люблю Заниженный Пятый Девятый Вдох То есть Я настраиваю Четвертый Я настраиваю Четвертый Пятый Шестой Вдох И седьмой Восьмой Восьмой Девятый Десятый В ноль А все терции То есть Третий Седьмой Вдох Второй Пятый Восьмой Выдох Я настраиваю Чуть ниже Где-то Минус Десять Там есть Еще много Приколов С жесткостью Язычков Вот эти терции Третья Седьмая Дырка На вдох Они Относительно Вот Относительно Абсолютного Тона Они Сколько Плюс Минус Вот Я обычно Делаю Где-то Третий Минус Восемь Минус Десять Ниже Ниже Да Конечно Но она По этому По натуральному Звукоряду Ниже Просто Некоторые Делают Наоборот Ее допустим В ноль А все остальное Выше А Нет Смотри У меня вся Гармушка 442 А это Относительно 440 А вот Так То есть она Типа в ноль Действительно Получается Относительно 440 Понятно Вот Так просто Лучше строят Аккорды Да Я теряю Немножко Запас На этих Нотах И например Даже с трубой Мы когда Играем У нас Вот есть Одна Проблемная Нота Которая У трубы Все время Высит А у меня А я ее Не могу Сдвинуть Немножко Вверх Это Которая На третий На седьмой Вдох Получается Вот Но Саша Дитковский Хороший Трубач Он Приспособился Ее настраивать Ниже А я ее Легонько Легонько Беру Чтобы она Была Совсем В ноль Сразу На ту же Тему На сколько Центов Может отклоняться Звук На гармошке Чтобы Это было Не критично Но Обычно Десять центов Не слышно Но Если Один язычок Например Плюс Десять центов А другой Минус Десять центов То разница Уже Двадцать И это будет Октава Уже Будет Бить И Важно Чтобы Строили Октавы И аккорды Поэтому Опять же Если вы Например Эту терцию Выдоховый Аккорд До Мисой Если у вас Ми Будет Низить Даже На Двадцать Центов Это будет Почти нормально Слушаться В аккорде Но Если Она у вас Например Будет Хоть чуть Чуть Высить Это будет Фальшиво Даже Если Она у вас Будет В ноль Это будет Фальшиво Поэтому Ну Это целая Опять же Наука Тут Вот За Пять Минут Не расскажешь Борис Что вы Скажете О гармошке Хонор Маринбенд Классик Честно Я этот Инструмент Не понимал Никогда Даже Когда У меня Не было Зайделей У меня Была Пара Маринбенд Классик Мне Никогда Не нравились Но Это Классика Их Все Любят Все Обучаются Пересаживают Их С гвоздей С ужасных На винты Новичкам Я эту Гармошку Не советую Я думаю Что Может Каждому Кто Вообще Играет На гармонике Серьезно Нужно Хоть раз В жизни Купить Одну Маринбенд Классик Большая Часть Из вас Положат Ее На полочку Или Отдаст Кастомайзеру Вот Но кому-то Вот Она зайдет И вот Он будет Чувствовать Себя Джеймсом Коттоном Ранним Или там Джерри Портным Что вот Он играет На самой Классике Вот У меня Они были Мне они Вообще Не пошли Пока Я не пришел На Зайдоли Я любил Голден Мелоди Саша А какой был вопрос Там что-то Про Марин Классик Спрашивали Да Марин Бенд Классик Нравится Не нравится Что скажете От гармошки Мне Она Вкатила В принципе Ну естественно Только Кастомайзера Кастомайзер От кастомайзера Вот Проблема Сейчас найти Хорошего Кастомайзера Который Ее мог бы Сделать Потому что Это Большая Марокко Сделать Ее нормально Нужно Поменять Корпус Нужно Переставить С гвоздей На винты Платы И крышки Ну и крышки Да Вот Для кастомайзеров Это 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 Запара Вот Но Звук Мне Если честно Нравится Больше Чем У Зайделя То есть Она Какая-то Вроде бы Ну во-первых Она Звончая Да Но Она Не слишком Звонкая Она В ней Остается Эта Плотность Плюс Чисто Мне Она По удобству Игры В принципе Устраивает Ее Как-то Пропорции То есть Более Узкие Дырки Ну Тут Уже Предпочтение Каждому Что Вы Думаете Еще Там Много Было Про Marine Band Кроссовер Deluxe Ну Это Примерно То То же Самое Что Классик Пересаженная На Винты Разница Там Какие-то Они все Чуть-чуть По-разному Говорят Играют Я Не Интересовался Мне Просто Тупо Неудобно Держать В руках Marine Band У меня Губа Начинает Тереться О палец Она Для меня Маленькая Вот А Мне Наоборот То есть После того Как я Поиграю На Marine Band На Бориных Гармошках Мне Уже Неудобно Играть Потому Что Они Слишком Большие Вот Как-то Так Так Окей Что Вы Думаете О Диатониках В Настройках Diminished И Augmented Насколько Полезна Такая Экзотика Расскажите Немного О самых Полезных Нерихтеровских Настройках Diminished Augmented Да Ну Во-первых Не пробовал Ни ту Ни другую Слышал Только Diminished Diminished Очень Широкая По Диапазон То есть У нее Мало Влезает В 10 Дырок Да Мало Влезает Лучше Поэтому 12 Дырок Это Такое Мнимое Удобство То есть Она В чем-то Будет Удобна А в чем-то Очень Неудобна Будет Да То есть Стандартную Музыку На ней Будет Играть Сложно Это Сто Процентов Я Пробовал По-моему И ту И другую Насчет Augmented Augmented Как правильно Произносится Слово Augmented Насчет Augmented Не скажу Что Прям вот Я в восторге От той И от другой Чем они Хороши На них Хорошо Играть Нотные Вещи Словно Говоря Если вы Все еще Не хотите Хроматику Все таки Хотите Диатонику Но очень Хотите Играть Басановые Джазовые Баллады Возможно Это будет Для вас Неплохим Решением Мне нравится Что На обычном Строе Диатоники Есть Разные Аккорды Что За прикол Что Вы Про Что Там А Вот Сейчас Ответишь Мне нравится Что На Диатонике Как Есть Разные Аккорды Вот А на Ди Миниш На Augmented Соответственно Только Интервалы Ну И кроме Того Опять же Лень Лень Осваивать Потому что Начинали Все равно Все с Рихтера Просто Когда Начинали Больше Ничего Нельзя Было Купить Вот Я Попробовал Я Попробовал Все Я Что Мне Попадалось Что Что Проходило Через Мои руки Кастомил Что То Продавал Заказывал Зайдоли Для Людей И Надо Сказать Одна Настройка Я Почти Уже Начал На Ней Заниматься Но Что То Меня Опять Остановило Вот Здесь Я Сказал Что Лень Это Настройка Которая Называется Power Chromatic Ну Если Будет Интересно Я Могу Выложить Раскладку Она Получается На На Выдохе Ре Минор Ровно На Тон Ниже И Расстояние Между Выдохом И Вдохом Всегда Тон И Она Бендится Везде На Полтона Хроматическая Гамма Получается Всего С Одним Овербендом Везде Вот Везде А Кстати У нее Нет Переворота Нет У нее Нет Переворота Как На Рихтере У нее Есть Повторяющаяся Нота То Я Давно Не Видите Подряд Две Ноты Ре Вторая Вдох Получается И Третья Выдох Это Одна И Та Же Нота За Счет Этого Опять Же Строй Растянутый То Здесь Влезает Две Споловины Только Октавы А не Три Как На Рихтере Вот Это Кстати К Вопросу О Том Какой Строй Оправдан Я Думаю Рихтер Оправдан То На Гитаре Тоже Терция Все Струны Сначала Идут По Квартам Потом Одна В Терцию Это Тоже Не Просто Так Сделано Чтобы Удобнее Было Играть Аккорды То Есть И У Рихтера Тоже Особенность Для Для Того Чтобы Аккорды Было Удобно Играть И Чтобы Какие Определенные Моменты Звучали Удобнее Из Нерихтерских Настроек Вот Как раз Саша Мне Посоветовал Настройку Я про Ню Когда-то Читал И По Описанию Она У меня Не вызвала Никакого Интереса Я Честно Говоря Даже И не Обратил Нимания Саша Сказал Что Иногда Использует Я думаю Что тоже Попробовать Это Настройка Дориско Миксолидийская У которой Третья И седьмая Вдох Настроены На пол Тона Ниже Я От нее Оказался В полном Восторге Потому Что На ней Оказалось Шикарно Играть Русские Советские Мелодии В третьей Позиции И Не только Саму мелодию Но еще И аккомпанементом И гармония Ну Не вся Гармония Конечно Но Очень Много Можно Взять Аккордов И Самое Главное Есть Аккорд Шестой Ступени Там Пачку Сигарет Можно Сыграть Гармонию Вот Очень Люблю Эту Настройку И Главное В чем Еще Прикол Ее Можно Настраивать Не Перепиливая Можно Приклеить Два Кусочка Пластилина Офисного Вот Несколько Лет Держится Проверял Никуда Не девается Вот Офисный Пластилин Я Специально Заказывал С ebay Говорят Что Такой Бывает В Аби Это То Чем Плакаты Клеят На Стенды Не могу Найти Где-то Где-то Есть Такая Синенький Пластилин Два Маленьких Кусочка Цепляем И Получается Здорово Но Я смотрю Видимо Мы вам Уже Немножко Поднадоели Вас Стало Чуть Чуть Поменьше Поэтому Саша Ответь На вопрос Про Русский И Английский Язык Который Тебе Уже Который Раз Задают И Смеются Почему Ты Все Время Снимаешь Видео На Английском Языке Блю Так Да Вот Отвечал Уже На Этот Вопрос Чтобы Больше Аудиторию Охватывать Охватывается Охватывается Вот Сколько Вот ты сравнивал Просто Одно и то же На русском И на английском Денис Я бы Я дам Табы Но Это Я играл Как раз Вот над рисками К средийской настройки Так что Сначала Приклейте Пластилинчик Ты вернешься Жить в США Спрашивает Адриан Понятие Андриан Прости Пожалуйста Понятия Не имею То есть Ну хотел бы Желание есть Но Насчет возможностей Пока вопрос Вот Для моей музыки Это было бы полезно В принципе В общем Друзья Спасибо за внимание Пожалуйста Подписывайтесь На наши каналы На ютюбе Это видео Будет Также на ютюбе На моем канале Под этим видео Мы разместим Ссылки На наши группы На наши ресурсы Пожалуйста Добавляйтесь Лайкайте Репостите Нам на самом деле Это очень важно Потому что Не так много Вообще Людей знают О губной гармонике Не так много Людей знают Как на ней Можно играть Если вы даже Посмотрите В топы Ютюба Сейчас По поводу Топовых видео На губной гармонике Большая часть Этих топовых видео Люди там Играть не умеют Они просто С губной гармоникой Балуются Да Вот Поэтому Не так много Людей Совершенно правильно Относится Как к инструменту Получается ли Зарабатывать музыкой Без учеников Вопрос Сейчас мы Да Сейчас мы Что-нибудь сыграем Получается Получается Но от месяца От месяца К месяцу Разный Просто режим концертов Условно говоря В декабре У меня просто нет времени На учеников Практически никогда Потому что Очень много концертов А в январе Например Я с удовольствием Учеников Принимаю Значит Друзья Спасибо за внимание Давай мы что-нибудь Еще поиграем Опять Получается На низ кайфа Ну Не знаю Можно на соль Конечно У тебя есть высокая соль Высокая соль Есть Давай Сейчас мы вам Немножечко Попищим Потому что У Саши нет Низких гармошек Таких количеств Как у меня В третий Просят Ну давай в третий Давай в третий Вот У меня с собой Только стандарт А ми есть у тебя? Ми есть Да А может тему Какой-нибудь сыграем Сейчас Давай знаешь что Да А Саня Сможешь аккорды сыграть? Ооо Давай Не-не-не Наверное не получится Сейчас Погоди Что такое Адель какую Ты знаешь Нет Саммертайм Вот проблема большая Губных гармошек Сложно аккомпанировать Нужны аккорды 1-4-5 Нужны аккорды 1-4-5 Да, я играю на ми над риском и ксалерийской. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...